Уникальная возможность познакомиться с картинами из собрания Воронежских музеев появилась у жителей региона. В Белгороде открылась выставка «Арт-коллекция Воронежской области». На площадке художественного музея все желающие смогут познакомиться с творчеством мастеров соседнего региона. Представлены как современные работы, так и картины, написанные, к примеру, в 17 веке. Юлия Рожкова посетила экспозицию первой еще до официального ее открытия. От 17 века до наших дней. На выставке около ста картин. Успенская, Васильев, Майоров, Шевченко. Художники, которых хорошо знают жители Воронежа. Но для белгородцев они, пожалуй, малоизвестны. Главным персонажем этой картины является леса, которая в том числе находится на гербе Лискинского района. На этой картине воронежский художник Василий Криворучко. Автопортрет 50-х годов. В Лискинский историко-краеведческий музей картина попала только после смерти автора. Мужчина, купивший бывшую квартиру живописца, обнаружил в ней мастерскую. Найденное полотно передал в музей. Так что у каждой картины, представленной на выставке, своя история. Экспозиция построена блоками. Первый блок – это Воронежский областной художественный музей имени Ивана Николаевича Крамского. Второй блок – это Острогожский историко-художественный музей имени Крамского. Также далее Лиский историко-краеведческий музей и завершает экспозицию Воронежский областной краеведческий музей. Главная задумка арт-коллекции – показать основные этапы формирования собраний музеев участников выставки. Многие из работ хранятся в фондах и редко экспонируются. Это возможность рассказать об особенностях этих коллекций, представить лучшие работы и в целом окинуть взором всю художественную коллекцию в регионе. Вот это второй наш опыт и надеемся, у нас в планах есть, что мы пойдем и дальше. Нас интересует и Липецк, и Курск. Организована выставка в рамках национального проекта «Культура». В Белгороде экспозицию можно посетить до 26 сентября. Юлия Рожкова, Павел Емелин. Такой день на мире Белогорья.